Стратегия это только на первый взгляд беспроигрышная. Бесконечно собирать голоса избирателей только за счет гордого флага непримиримой оппозиции вряд ли удастся. За брендом идут до поры до времени. Тем более, что появились другие претенденты на этот бренд. Раскол в КПРФ, который состоялся несколько лет назад, прошел не то, чтобы очень заметно, но последствия его налицо. Те, кому не по душе политика руководства КПРФ, создали новую партию. Лидер коммунистов России Максим Сурайкин, которого однопартийцы зовут просто товарищ Максим, на этой неделе побывал в Новосибирске. И объяснил, почему ему и его товарищам не по пути с Зюгановым и его ближайшим окружением. К которому, кстати, относится и верхушка Новосибирского регионального отделения КПРФ. Партия КПРФ стала псевдокоммунистической. Там остался бренд, там остались лозунги, но за этими лозунгами больше не стоит ничего. Не стоит нереальной борьбы, не стоит убежденных коммунистов на руководящихся постанов. Когда-то в той же Новосибирской области, вы помните, Кузнецова, который реально боролся, реально шел в коллективы, что-то делал, он реально переживал. Но потом появились вот такие деятели типа Локтя, которые, видно, втерлись к нему в доверие, оттеснили настоящих коммунистов. И теперь, во-первых, Локоть будет несменяем, я вас уверяю, потому что когда для человека политическая деятельность становится личным бизнесом, то он будет сидеть на этой должности, пока ему сто лет не исполнится. Вы прекрасно знаете, что здесь, в Новосибирской области, активным сторонником Локтя и его поддерживающим человеком является господин Аббалаков, который, мне удивительно, как может быть коммунистом человек, который владеет компаниями ЖКХ, и сначала сам повышает цены на жилищно-коммунальные услуги, а потом с Локтем выходит митинговать против их повышения. Ну согласитесь, это же вот, это верх политического цинизма и неуважения к своим избирателям. Просто наглый политический обман. Не говоря о том, что Аббалаков успел уже в единую Россию сходить, потом обратно вернуться. То есть по спискам КПРФ протаскиваются не только крупные люди, крупные бизнесмены, да, но и крупные люди, которые вообще уже без всяких принципов действуют. Просто беда, что это наносит огромный ущерб, даже не только КПРФ, да, как когда-то бывшей Компартии, да, но и во всему Комдвижению, потому что многие люди простые, голосуя за коммунистическую идеологию, они не очень разбираются в районе, им все кажется, если есть слово коммунистическое. Но КПРФ стала псевдокоммунистической партией. Сейчас в стране надо объективно сказать, из ложной скорости, есть единственная настоящая Компартия, это коммунисты России. И мы все делаем для того, чтобы максимально объединить в ней настоящих коммунистов. Если все будут знать, что сейчас появилась настоящая вторая альтернативная Компартия, я уверен, что мы как минимум 70-80% от тех, кто голосовал до этого за КПРФ, привлечем на свою сторону.